добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут якоб файн сегодня 23 марта 2024 года и вы находитесь на канале имени меня сегодня прямой эфир сегодня может быть он будет такой специализированный из-за из-за трагедии которая произошла в москве из-за жесточайшего теракта и которым вы конечно знаете попробуем установить не то что события я же не новостной канал вы найдете где смотреть новости но какие-то комментарии которые которые я могу представить своим дилетантским жалким у мишкам прямой эфир канал теплый ламповый хочу чтобы вы принимали в нем участие те кто смотрит меня в живую сегодня пожалуйста оставляйте комментарии представляйтесь пишите как вас зовут из какого вы города так начнем с того что хочу предупредить сразу всех я не потерплю не потерплю на этом канале никаких комментариев которые бы злорадствовали по поводу того что произошло в крокус сити холле невзирая на то как вы относитесь к тому что происходит что делает российская федерация государства российской федерации сегодня в украине военные преступления жесточайшие агрессии это не имеет никакого отношения это никак не оправдывает то что произошло в сити холле неважно кто это сделал вообще не важно но со стороны украины злорадства на этом канале я не потерплю это трагедия можно только посочувствовать невинным людям которые погибли от рук террористов вчера давайте я вам покажу сообщение тасс неизвестные устроили стрельбу в крокус сити холле в красногорске красногорск это сразу замка там как мне объяснили то есть формально это якобы красногорск но в принципе это москва в то время там начинался концерт группы пикник владимиру путину доложили о теракте с первой минуты произошедшего он постоянно получает информацию по линии соответствующих служб заявил с журналистом пресс-секретарь российского лидера дмитрий песков по его словам путин дал все необходимые указания комментарий number one какой же путин трус как он боится он боится выйти к народу своему российскому народу и обратиться к народу и сказать что-то хорошее посочувствует людям в прямом эфире на пять минут он трус он боится он выходит на экраны когда есть какое-то радостное событие для российской федерации когда в стране горе его нет его замели под коврик путина он там лежит и дрожит вот такой лидер у российской федерации это позорище я не могу себе представить чтобы пост часов через 15 после такого теракта после такого горя в стране я не могу себе представить чтобы у нас соединенных штатах америки 15 часов спустя после теракта чтобы наш президент не выступил открыто перед народом я не могу никаких нет оправданий извинений тоже он был подонком путин он остался но он еще и трусливый подон он боится он боится своего народа это number one теперь давайте почитаем комментарии тех кто слушает меня в живую макси пишет приветики яков привет дальше он пишет сегодня все аптеки почтовые пункты в харькове забиты пенсионерами заряжая телефоны старики бурчат что деле и путин не хотят мириться студенты рады что можно погулять рассвета нет это тут нечего комментировать гюзель пишет прессу якоб как вы думаете кто-то все организовал я имею ввиду теракт я из алматы ну по крайней мере точно не алмата поговорим об этом морнин пишет рк дк сербко пишет яков прямо сейчас идет обращение путина путин обвиняют гуру украины посмотрим даст ли путин команды убить буданова и зеленского овенит еще раз повторяю если даже сейчас идет обращение путина 15 часов после такого горя в стране это трусливый подонок путин трусливый подок обвиняют он горы или нет я не знаю я еще не слышал если сейчас идет обращение я потом послушаю потом скажу что я думаю об этом если вам это интересно ферракс пишет здравствуйте яков константин пишет для понимания масштабов произошедшего могу сказать что крокус это не просто цели концертный зал это целый город в городе он просто циклопических размеров него специально метро проводили да и кстати кроме группы пикник там судя по всему есть еще зал поменьше там еще проходил какой-то конкурс бальных танцев такая свежим пишет здравствуйте константин пишет единственное что путин может бояться это разжечь огонь который потом будет очень трудно подпушить поэтому ждут результатов следственного комитета нет путин боится собственно народ он трусливая трусливый так макси и пишет здравствуй нет есть страх за то что струбнет путин после этого ничего не струбнет он трусливый подонок он как шавка подожмет хвост убежит спрячется заховается так как он ничего и не сделал с кучей других терактов которые происходили в россии он ничего не сделал мы сегодня пойдем по списочку какие теракты были в этом веке в российской федерации джу стар пишет витание планы файны спича роды нам загиблых цей теракт замовыв трусливый подонок путин вот версия номер один пошла что этот теракт заказал путин это говорит джу старт лайтнинг пишет здравствуйте для меня наиболее странно это реакция россиян у них каждый день умирает столько же если не больше людей уже третий год другой стране ни за что ни за что но скорби желание закончить все нет россияне боятся россияне напуганы они находятся под стране где правит тиран где правит дракон помните этот шварц его фамилия кто написал роман дракона потом спектакль ходил в разных городах советского союза убить дракона когда дракон правил страной люди боялись люди были запуганы и когда дракона убили люди не знали как дальше жить без дракона они хотели чтобы был может быть другой дракон вот такой российский народ а вот это было написано еще я не знаю когда было написано этот этот повесть или это было роман дракон но как минимум лет 50 назад рк дк пишет путин не принял предупреждение западных спецслужб а все силы на правильное украина не защита своих людей про это мы сейчас тоже поговорим он действительно не принял предупреждение американских спецслужб собственно меня удивляет американские спецслужбы возможно вы скажете опозорились когда мне нравится здесь многие пишут когда махали пробирка якобы вещества бактериологического оружия который разрабатывал сандам кусейн и из-за этого началась война в раке после этого люди наверное решили что американским спецслужбам доверять нельзя они конечно просто воровались тогда но это не значит доверять нельзя так такая техника которая имеется у американских след спецслужб многие могут только мечтать об этом то есть не потому что у нас такие умные люди просто мне кажется у них они настолько оборудованы технически что их надо слушать и к ним надо прислушиваться по крайней мере другое дело что можно было бы сделать это я я уж точно не знаю я не знаю насколько хорошо работают российские спецслужбы насколько полны их базы данных именами террористов за которым надо следить смотреть но это крайне тяжелая работа противостоять террористов это знаете остановить воду нельзя ее можно только перенаправить также террор я смотрел очень внимательно за всем что происходило во время антифада в израиле когда человек заходит и взрывает себя в автобусе он не боится смерти он готов на все ему не жалко людей ему не жалко мирных людей ему не жалко детей с такими людьми ничего нельзя сделать если человек заражен настолько идеологии что он готов себя отдать жертву некой святой идеи то очень тяжело сделать надо иметь настолько мощную силу вине сила сеть информер как сказать информант не тех которые информируют то есть которых наняли не наняли как срекрутировали спецслужб например израильские спецслужбы имеют огромную сеть тех кто стучит на хамас или на других террористических лидеров поэтому когда мы слышим вот израилетяне убили очередного там крупного какого-нибудь хамасовского лидера или еще кого нибудь крупного скорее всего это не потому что израиль такой супер дупер крутой антитеррористический боец а потому что на стучали они сделали очень мощную сеть информантов как рассказать информант информер информер это по по нашему по английскому если у россии нет такой мощной сети то россия не самое безопасное место для жизни будет это только начало нет я говорю без злорадство это я говорю потому что игил и конкретное отделение гилка которые на себя взяли ответственность за теракт в крокусе и вроде бы это уже подтвердили наши с американские спецслужбы пока я не прочитал буквально полчаса назад что подтвердили американские спецслужбы я не верил и вообще я думал начать совсем по-другому что дорогие друзья пока мы не знаем точно кто это сделал тот факт что и гил взял на себя или конкретные гилка взял на себя ответственно за этот теракт это в общем-то значило для меня мало они берут с удовольствием и я думаю может быть им надо было просто показать отчитаться что вот мы существуем и работаем и убиваем мы движемся вперед к светлому будущего всемирного калифата но после того как наши подтвердили и вернее первая ласточка была вчера когда американские спецслужбы сказали что мы знаем что это не украина и из-за того что они сказали что это не украина как ты можешь знать что это не тот не кто-то скорее всего из-за того что знаешь кто это уже тогда было понятно что наши спецслужбы американские что-то знают и они сегодня подтвердили что это действительно и гилка что это достоверная информация сейчас мы вернемся к игилу как что это такие и так далее ну давайте посмотрим а вот информатор блин какие-то слова забыл информаторы да да айдар пишет яков ша возможно такие теракты из-за большого количества нелегальных мигрантов возможно возможно и надеюсь что наши люди как-то будут бороться но это ужас что что через через южную границу ша уже прошли 170 человек как-то связанные с террористическими организациями это ужас то есть мы ждем что садах чего-то похожего но может быть не на нитком ниткой шкале один из людей которых которые конкретно готовили в лагерях хэзбаллы признался при переходе на границе буквально на этой неделе это было так давайте давайте еще айдар пишет яков может людям позволили это сделать и я не думаю даже понимая что путин абсолютно циничный и подлый человек я не думаю что разделом хотя трудно трудно сказать трудно я не знаю по какой причине но есть такие слова кто называется казус бели казус бели это латинское выражение которое переводе на русский язык означает что подходящий случай для объявления войны и это были первые версии там все эксперты которые рвались к микрофону вчера они сразу стали выдвигать такую версию что возможно это теперь будет обвинять украину и под эту марочку объявляет всеобщую мобилизацию в россии закроют границы российские и начнут массовую атаку на украину ну типа вот этот якобы украинцы это сделали а и соответственно надо ответить народ должен сплотиться вокруг лидера in trying times во времена испытаний надо объединиться вокруг путина они еще вроде бы сейчас вот кто-то сейчас написал что путин вроде бы пытается объявить обвинить украинское украинский гур почитаем посмотрим почитаем но не знаю это будет довольно сложно сделать мне кажется хотя они с них станется как говорится но давайте тем не менее вернемся немножко назад 7 марта 7 марта 2024 года то есть две недели назад две недели назад у меня была закладочка это это страничка американского посольства и консулатов в россии россии и что же здесь написано здесь написано следующее что посольство мониторит отчеты что экстремисты имеют непосредственные вот-вот-вот близлежащие планы чтобы поставить чтобы атаковать большие собрания в москве собрание людей включая концерты конкретно написано было это было 7 марта и американские граждане должны избегать больших сборищ народа в течение следующих 48 часов это было 7 марта то есть что нужно сделать избегать толпы мониторить местные сми и смотри внимательно смотреть где вы находитесь и кто вокруг вас находится это первая тема вторая тема вторая тема 7 же 7 же марта этого года две недели назад на территории калужской области это сообщение российских сми сотрудники фсб пересекли деятельность ячейки запрещенной в россии международной террористической организации игил члены которой планировали совершение теракта в одном из еврейских культовых учреждений города москвы задержали в калуге но они собирались наверное учинить побоище в синагоге в москве при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам в ссб россии и в результате были нейтрализованы ответным огнем уточнили вас в фсб в ведомстве рассказали что преступники попали в поле зрения органов безопасности как лица осуществляясь осуществлявшие сбор соответствующих сведений в ходе дальнейших оперативных разы сных мероприятий установлено что боевики ведут подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело 7 марта и тогда спецслужбы американские предупредились в фсб они имеют контакты то есть есть договор невзирая на отношения между странами спецслужбы друг другом общается их предупредили они похоже проигнорировали это дело читаем дальше new york post 8 марта то было 7 а это 8 марта соединенные штаты предупреждают о том что скорее всего произойдет скоро террористическая атака в москве после того как вот этот айсис или как вы его называете игил был была предупреждена атака и при предупреждена резня или массовое убийство в синагоге московской американское посольство в ша издала срочное предупреждение о том что будет террористическая атака это я читаю статью которая была написана не сегодня рассказывая что то 8 марта посольство мониторинг и так далее не ходите это мы уже прочли этому были прошли так избегайте толпы и это предупреждение пришло после того как российские фсб и сказали что они обнаружили вот эту вот в калуге ячейку которая была крылом афганским крылом вернее ячейка принадлежала афганскому крылу айсиса который называется айсис короса хороса вообще буква х чтобы если с нее начинается слово то он пишется кей айс по-английски например там харьков будет написано кхархи но к не читается короса айсис к куда короса на это такая провинция огромная была раньше на востоке ирана там не только иран по моему и афганистан туда входил и кто там еще есть таджикистан или туркменистан и не помню гера географии не мой конек и потом и разделе их разделили это хороса провинцию но это крыло игила игилка или айсис кей как у нас говорят она была недовольна тем что талибан недостаточно недостаточно сильно придерживается корана и ислама и недостаточно сильно борется за то чтобы ислам правил правил миром это вот этот это игилка они находятся сейчас в афганистане в основном афганистане к там полторы-две тысячи бойцов осталось там конечно они потеряли много людей но они находятся там и так и читаем дальше читаем дальше 19 то есть идут предупреждения россию предупреждают дальше 19 марта интерфакс российский пишет путин сравнил с шантажом предупреждения запада о возможных терактах в россии то есть четыре дня назад читаем что написано недавнее провокационное заявление представителей западных властей о возможности терактов в россии были нацелены на запугивание и дестабилизацию общества заявил на коллегии фсб президент рф владимир путин как вам это нравится вот за факт и вы ему еще верите дорогие россияне что он еще должен сделать чтобы потерять ваши двери дальше прямая речь путина напомню о недавних прямо скажем провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в россии все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать дестабилизировать наше общество сказал он то есть пути что еще нужно вам сказать чтобы вы поняли что он абсолютно не квалифицированный фсб шник у него все не получается и у него его фсб под его руководство он сказал что это провокация какими глазами он сейчас смотрит русскому народу российскому народу если он сейчас выступает я не знаю кого он теперь будет винить и я не знаю то что он сам проворонил окей дальше вчера тут же днем еще в это было ну по нашему это было днем тут же после теракта выступила вот эта шапка дмитрий медведев если раньше я считаю многие из вас пишут вот он алкоголик он напился сказал это для меня не аргумент алкоголик не алкоголик это не главное главное то что я думал что через него людям в резкой форме правительство россии нечто рассказывает и вот вчера на своем телеграм-канале он тут же написал мгновенно семьям погибших в теракте искренние соболезнования душевных сил всем близких пострадавших террористы понимают только ответный террор никакие суды и расследования не помогут если силе не противопоставить силу а смертям тотальная казнь террористов и репрессии против их семей мировой опыт дальше мы медведев продолжает если будет установлено что это террористы киевского режима обратите внимание не не украины а киевского режима поступать с ними и их идейными вдохновительными иначе невозможно все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы включая официальных лиц государства совершив так такое злодеяние смерть за смерть это выступил господин медведев после такого выступления я поменял свое мнение о медведеве и я если раньше я думал что его использовать для того чтобы какой-то месседж принести или передать остальным людям он все таки кто зампредседателя совета безопасности россии все таки это довольно высокий пост теперь я вижу что он никто и звать его никак и он просто его спусть отпустили его цепь сняли с него и он лает все что он хочет и ему верить нельзя тому что он говорит то что он говорит это никак не связано с политикой россии это просто самодеятельность это это не официальное мнение российской федерации то есть очень бы ему хотелось всем обратите внимание ты официальное лицо как ты можешь ни следствия не было ничего не было он уже делает брос что это сделала украина если начать писать и в стейкнуты руководство украина должно быть полностью отмороженным чтобы такое сделать то есть это даже никак нельзя объяснить что украина это сделала если бы украина это сделала и это было бы доказано то худшего зеленский ничего не мог бы предположить тогда на украину смотрели бы как на террористическое государство как 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 на государство которое использует террористические акты это надо быть полным идиотом всем на банковой street чтобы такое вступить но это никак нельзя никак не полезно везде должно быть хоть какое-то объяснение украина в списке тех кому это полезно на самом последнем месте нет он тут же уже вкидывает чтобы направить ненависть простых людей россиян на украину ну я надеюсь в общем то люди имеют хоть какой-то здравый смысл и становятся и не будут в эту в эту сторону думать так дальше написано lightning ваши комментарии давайте как вы думаете нашли и задержали случайных людей если действительно виновников что то не верится о машине которая ехала из москвы в сторону украины и за 15 километров до границы задержали очень странно это конечно очень странно а уж машина еще более странная вот это смотрите это машина которую якобы задержали которая двигалась в сторону украины и вроде бы в этой машине были кто-то из террористов вот такой автомобиль ну как говорится какая страна такие автомобили для терактов у террористов вот такая она да так давайте продолжим правда или нет я не знаю что задержали машину но по крайней мере они сработали очень быстро и доложили очень быстро и это надо было сделать я ожидал если они скажут что это сделали украинцы тогда следующее как я уже говорил мобилизация закрытие границ и все так так как они этого не сделали пока но хоть как-то они хотят присобачивать сюда украину то есть это были вроде бы они задержали террористов и это были люди у которых были таджикские паспорта и они двигались в сторону украины где у них были контакты это не есть объединение украины этой просто рассказано что есть машина которая должны были бандиты должны были уехать и так получилось что через украину было бы уехать легче вот и все это ничего другого не значит пока что я не знаю еще раз я не слышал что сейчас говорит путин и как он обвиняет украину ну посмотрим так вячеслав пишет если хотите сократить количество терактов джихадистов то не пускайте в свою страну представителей ислама и ближнего востока и не трогайте это гнездо рашка любит убить сирию вот и последствия ну вообще это отдельная тема но можно и на эту тему поговорить тоже если это и гил и гил к данном случае возникает вопрос зачем им россии чего им нужно атаковать россии что им сделала россия давайте вернемся немножко назад 21 год афганистан август когда наши войска американские с позором убежали из афганистана бросив технику говорят на 80 миллиардов долларов бросив людей которые работали местные афганцы работали с нашим мы все помним эти кадры когда за самолетом бегут афганистан афганские люди и говорят заберите нас отсюда тогда когда я проводил свои стримы очень многие россияне злорадствовали и кричали вот вы убежали кого-то как американцы убежали из афганистана на что я отвечал просто не спешите радоваться парни пока наши там стояли в афганистане ваши границы были более менее спокойны южные границы россии и через южные границы россии особо не наркотиков не шло не бандюгов не шло из афганистана теперь когда наши ушли оттуда убежали из афганистана это граница уже теперь не на замке теперь и и вот результат это один из первых результатов теперь дальше почему не любят путина и россию в организации по имени игил ну во первых они считают что россия ведет крестовый поход против мусульман я уже не говорю о том что россия находясь в сирии и поддерживая асада их президента или кто он там пример я даже не знаю в сирии боролась с игилом россия боролась сегиром сирии теперь когда американские военные и гражданские ушли из афганистана талибан стал руководить и теперь теперь американцы перестали быть в мишени номер один для игил и они переключили свое внимание на россию кроме того для игила иран враг один из главных врагов хотя казалось бы и те и те мусульмане но как говорится исламист исламисту рознь то есть а получается что иран воевал против игила россия вместе с ираном значит россия враг и здесь и по этой линии как лица по линии жениха и по линии невест вот и а также они очень злы на россию что россия в сирии организовывала массовые бомбардировки мирных жителей мирных мусульман то есть россия вышла как бы на первый план из-за этого хотя вчера казалось что в чем здесь россия концерт группы пикник что они им сделали а сделали и надо не забывать что например был такой теракт сентябре 2022 года полтора года назад в кабуле кабуле в афганистане есть российское посольство которое охраняли талибановцы дружбаны очередные дружбаны россия умеет выбирать друг друзей охраняли талибановцы и туда подошел один из игиловцев смертник полностью обвешанный всеми претендалами чтобы удобно встретиться с 72 девственницами и возле уже этого посольства там стояли кстати люди там кто-то визы делал кто-то еще что-то на прием ждали я не знаю у забора или за забором короче они начали стрелять эти талибановские охранники в этого игиловца произошел взрыве погибло там человек пять из них двое сотрудников посольства четверо местные но это тоже была атака против россии я вот чему куме игил против россии давайте теперь почитаем ваши комментарии опять переключимся вы верите что могли быть причастны в фсб верю джу старья кого аяки у вас версия чему цитра полоса кто бы офицер я вам только что объяснил ну видно это вероятно вы оставили вы оставили совет этот комментарий до того как я рассказывал вам почему и и хочет делать теракты в россии дальше ice fishing пишет у меня как у украинца нет злорадца в данной ситуации русские имеют такую власть и какую имеют а тут еще ситуация в мире напряжена все к этому слой нечему удивляться до удивляться нечему но еще раз говорю у игила свои счеты с россией это никак не связано с тем что россия делает например украине вообще никак константин пишет американские спецслужбы сказали что это не украина до того как кто-то вообще заикнулся о том что это может быть украина ошибаетесь я вам сказал что медведев мгновенно заикнулся так дальше идем константин пишет про гур все просто 4 террористов поймали на пути к украинской границе ну и у некоторых на украине тоже язык не удержался по этому поводу хотя бы им лучше промолчать а если террористы убегая через латвию к примеру вы бы сказали что это латвия организовал теракт как какая логика должна быть какая-то логика то есть через те страны через которые убегают воры допустим ограбившие банк они значит эти страны причастны так стоячая нестабильная волна пишет 10 минут назад 36 минут был запуск космического корабля союз mc-25 с американкой россиянином и белорусской на борту да это к сожалению грустная новость и от нас тоже сейчас запустили одного с россиянином на международную космическую станцию вероятно это обязательства которые были или контракты которые были подписаны много лет назад и они просто выполняются хотя как-то разрыв шаблона разрыв шаблона так идем дальше 16 вячеслав пишет 16 августа 99 года путин назначает председателем правительства рф и 16 сентября 99 года теракты взрывы жилых домов до вячеслав пишет 14 марта 4 года второй срок путина 16 марта 4 года теракт в архангельске в жилых жилого дома до андрей пишет ну просто нордорст уже забыли теперь могут повторить ну давайте если вы уже идете в эту сторону давайте я за вами побегу полечу полечу сейчас я вам хочу показать одну статью где они просто вспомнили террористические атаки которые были в россии за последние лет 20 это статья из new york times сегодняшняя статья так россия имела россия страдала и от других серьезных атак за последние десятилетия читаем концертный холл вот это вот массовое убийство или резня можно сказать возле москвы в то есть как бы вызвала память о других атаках которые многие из них были связаны с войнами против чечни кстати то что россия воевала против чеченцев это тоже игил считает атака на мусульман до после повоевали против чеченских сепаратистов 90-х и двухтысячных годах которые позволили подняться владимиру путину для многих русских вот этот вот это массовое убийство в концертном зале привело к воспоминания которые которые говорили о стрельбе или или бомбежках по всей стране за последние годы и многие власти связали многие из этих нападений с воинами россии против чеченских боевиков эти конфликты способствовали возвышение владимира путина который за два десятилетия своего пребывания власти стремился создать имидж жесткого человека по отношению к терроризм это я все читаю статью new york times 2022 год московский театр где про где была постановка норд-оста террористы захватили этот это помещение театра там было заложников я не знаю точно 800 900 человек наверно было и они держали и это был октябрь 2002 года и осада длилась несколько дней пока российский спецназ не заполнил театр изнурительным газом чтобы вывести из строя боевиков в результате рейда погибло более сотни заложников причем большая часть смертей связано с газом позже российское правительство признала что в попытке положить конец противостоянию она закачала в страну аэрозольную версию фентанила мэн это ужас 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 фентанил это главный убийца в основном американской молодежи которые приводят быстрым овердозам фентанил в 50 раз мощнее чем героин прошлом году в соединенных штатах америки от овердоза связанных с наркотиками погибло по моему 110 тысяч человек и процентов 70 из них погибли из-за фентанила так вот российское правительство закачала аэрозольный в виде газа фентанил чем убило человек 115 примерно может 120 я хочу подчеркнуть насколько жесточайшим терактом был вчерашний теракт вчера они просто расстреливали людей эти террористы зашли в концертный зал и расстреливали людей не глядя дети женщины им было все равно им было абсолютно все равно такой жестокости не было нигде даже вот если взять этот норд-ост то есть это факап фсб один из факапов фсб который взял и убил своих людей закачал этот газ они убили по моему 5 человек террористы а фсб убила 120 а тут вчера убили по сегодняшним данным я читал 115 человек вчера убили человек 200 раненых скорее всего к сожалению число убитых будет расти какой еще назовите мне еще теракт в россии где убили бы больше 100 человек ведь террористы убили бы больше 100 человек идем дальше 2004 год это я опять же продолжаю читать статью new york time захват школы в бесслане сентябре 2004 года чеченские боевики ворвались школу в бесслане городе на северном кавказе взяв заложники более тысячи человек в том числе 770 детей через три дня после начала блокады российские силы безопасности вооруженные танками ракетами гранатометами другим оружием струмовали школу которая загорелась во время перестрелки с чеченскими боевиками более 330 заложников в том числе 186 детей погибли в бою в результате чего европейский союз по правам человека более десяти лет спустя решил что российские власти нарушили европейское законодательство в области прав человека при проведении осады кремль отверг это заключение опять 330 заложников погибло не потому что их убили террористы а потому что их убило фсб из-за неквалифицированных безграмотных действий позах по захвату заложников в бесслане 330 человек убитых фсб из-за действий фсб 2010 2011 год взрывы в москве марте 2010 года террористы взорвали два взрывных устройства на знаковых станциях московского метро в результате чего погибло по меньшей мере 38 человек нападение напоминающие взрыв метро в результате которого в 2004 году погибло около 40 человек возродила опасения что чеченское восстание не было подавлено и лидер чеченских боевиков заявил что отдал приказа нападений опять ислам против христианского мира 2011 году террорист атаковал самый загруженный московский аэропорт домодедово в результате чего погибли 37 человек позже российские власти заявили что террористом был мужчина северного кавказа 2017 год взрыв в метро санкт-петербурга самодельное устройство начиненное шрапнелю взорвалось в час пик в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек официальные лица назвали террориста представителем узбекского меньшинства на юге кыргызстана и заявили что расследует имеет ли он какие-либо связи с исламистскими террорист экстремистами 2022 год ижевские съемки что это такое примерно в 600 милях востоку от москвы боевик напал на школу в городе ижевск убив 15 человек и кремль назвал это терактом власти заявили что нападавший который был вооружен двумя пистолетами был одет черную рубашку с нацистской символикой и подшлемник и не имел при себе никаких документов вот такие дела вот такие дела то есть терактов в россии хватало за последние годы но то что произошло вчера конечно это ужас 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 это ужас посмотрите на этот пожар обвалилась крыша часть людей были погибли нет даже не от пуль от того что они задохнули с этим газом двери были закрыты ну короче говоря что там говорить 6000 человек зрителей так идем дальше идем дальше вот тут вячеслав все пытается провести аналогии как сразу же после того как выбирают путина происходят теракты 7 мая 4 года путин ступает должность 9 мая теракт чечне 18 марта 18 года путин на избирает опять опять 25 марта 18 года пожар в зимней вишне вячеслав пишет 8 18 марта 24 года путина избирают и опять 22 марта 24 года теракт скрупов еще числа считает что это такой метод путина вероятно так считает восемь Может быть я неправильно понял Что таким образом он пытается сплотить вокруг себя Вот только выбрали его Надо объединить народ Как объединить народ перед общей бедой Которая приходит извини Андрей пишет Он абсолютно квалифицирован Докажите Докажите Евгений пишет Да ему пофиг Сказал что юната Украины и накажет А семьям поможет Евгений пишет Все бывшие игиловцы из РФ были депортированы Из Турции и сейчас завербованы ФСБ Этого я не знаю Но то что Талибан Которая официально объявлена Терроссийской организацией Ездит и встречается с Лавровым В министерстве иностранных дел Это вообще Не знаю как это можно объяснить Смокин здравствуйте Михаил пишет добрый день Так дальше Кофеин пишет В ЗМИ Ризни фото Ризных людей Машина не змінила Люди, які затримували Не выглядают Профессийно экипированными Так Дальше Где суды над бывшими игиловцами Из РФ Где громкие дела Пишет Евгений Их ведь там были тысячи Они все сейчас Сотрудничают с ФСБ Или на На том свете Отличий Между Исламистами Этими Исламистами От щепенцев Как на бандюг И так далее Я этого не вижу Это совсем другое Дальше Рязанский сахар Мне напоминают 2024 года Это когда Мешки с взрывчаткой Нашли Где-то там Можете на меня обижаться Можете банить Я на вас не обижаюсь Константин Вы делаете свою работу Очень четко И вы Вы Выполняете Важную роль Вы представляете Мнение Российского Жителя Который Достаточно Образованен При этом Он несет Ахинею Поэтому продолжайте Но вы пишете Что То что вы рассказываете Про Нордон Норд Ост И Беслан Это лютая ахинея Вообще ничего общего С реальностью Константин живет Какой-то Augmented reality Это Подправленная Или искаженная реальность Я вам не рассказывал Я читал Статью New York Times Которую я верю Больше чем вам Звеняйте дядьку Так Что еще Что еще Зимняя вишня Не была терактом Пишет Smoking Можете не была Митко пишет Добрый день Дальше Дальше Ничего нового У вас нет Что еще Сказать на эту тему Что известно Об этой группе От Isis K Я опять же Прочту Статью Которую написала New York Times Для того Для того Чтобы Противостоять Нападкам Константин Это говорю Не я Константин Я читаю Статью New York Times Которую я доверяю Больше чем вам Что мы знаем Об Isis K Группе Которая заявила Ответственность За московскую Атаку Итак Исламистский Исламистское Государство Ну вот это То что Айсис Их филиал Был Был Главной Угрозой Талибановской Талибановским Возможностям Править Афганистаном Это такой Подзаголовок Группа Которая Которая Ну как это Клейм Кредит Которая Признала Что взяла На себя Ответственность За смертельную Террористическую Атаку В Москве В пятницу Является Филиалом Исламского Государства В Афганистане Под названием Провинция Исламское Государство Исламское Государство Хорасан Вот это Кей Хорасан Или ИГИЛКА ИГИЛКА Был основан В 2015 Году Недовольными Членами Пакистанского Талибана Которые Затем Приняли Более Жестокую Версию Ислама То есть ИГИЛовцы Приняли Большую Более Жестокую Версию Ислама И они Были Недовольны Талибаном У которых Была Менее Жестокая Версия Ислама К 2021 Году В результате Сочетания Американских Авиаударов И рейдов Афганских Командос В результате Которых Погибли Многие Из ее Лидеров Ряды Вот этого ИГИЛа Сократились Примерно Вдвое До Полутора Двух Тысяч Бойцов Которые Сейчас Существуют У ИГИЛ Группа Обрела Драматическое Второе Дыхание Вскоре После Того Как В том же Году Талибы Свергли Афганское Правительство Во время Вывода Войса И страны Боевики ИГИЛ К В августе 2021 Года Совершили Взрыв Террориста Смертника В международном Аэропорту Кабула В результате Которого Погибли 13 Американских Военнослужащих И 170 Мирных Жителей Мы Это Один Смертник Подорвал Себя Там Были Такие Толпы В основном Погибли Конечно Афганцы 170 Человек Но И наших Ребят 13 Человек Тоже Погибло И это Очень Часто Вспоминаю Дальше Читаем Это Нападение Повысило Международный Авторитет ИГИЛ К Позиционируя Его Как Серьезную Угрозу Способности Талибана Управлять Страной Имеется Ввиду Афганистан С тех пор Талибан Ведет Решительные Бои Против ИГИЛ В Афганистане До сих пор Службы Безопасности Талибана Не позволяли Группировке Захватить Территорию Или Вербовать Большое Количество Бывших Боевиков Талибана Скучающих В мирное Время Что является Одним Из худших Сценариев Предложенных После Краха Правительства Афганистана Поддерживаемых Западом Президент Байден Нанесут Загоризонтные Удары Имеется Ввиду Удары Не с помощью Бойцов А Ну То есть Дальние Обстрелы Будут делать Загоризонт С базы В Персидском Заливе Против ИГИЛ И повстанцев Аль-Каиды Которые Угрожают Соединенным Штатам И их интересам За рубежом И действительно Генерал Майкл Курилла Глава Центрального Командования Вооруженных Сил Заявил В четверг Комитету Палаты Представителей Что ИГИЛ Ка Сохраняет Способность И волю Атаковать Интересы США И Запада За рубежом Всего за 6 месяцев И не без предупреждения ИГИЛ Явно Стремится Вывести Свои Внешние Операции Далеко За пределы Своей территории Представители Контртеррористического Отдела В Европе Заявляют Что Последние Месяцы Они Пересекли Несколько Зарождающихся Планов ИГИЛ Ка Официальном Аккаунте Телеграм В январе Организация ИГИЛ Ка Заявила Что стоит За терактом В результате Которого Погибли 84 человека В Кермане Это Иран Во время Мемориальной Процессии Генерал-майора Касима Сулеймани Мы помним Это Они в Иране Сделали Тоже Взорвали 84 человека То есть Что доказывает Что они Враги Ирана Я уже говорил Об этом Дальше ИГИЛ Ка Неоднократно Угрожал Ирану За его Многобожие Типа Ни одному Богу Не верить Я не знаю Что там Проехходит В Иране И вероотступничество Взял на себя Ответственность За несколько Предыдущих Атак Которые Там Произошли А теперь Группировка Взяла на себя Ответственность За теракт В Москве Дальше Дальше Что говорит Аналитик По борьбе С терроризмом Колин Кларк Он говорит Следующее ИГИЛ Ка Зациклена на России В течение Последних Двух лет И часто Критикует Президента Владимира Путина В своей Пропаганде Вот Он говорит Так же Что ИГИЛ Ка Обвиняет Кремль В том Что на его Руках Течет Мусульманская Кровь Ссылаясь На интервенцию Москвы В Афганистане В Чечне И Сирии Вот такие Дела То есть По крайней мере Понятно Зачем Почему ИГИЛ Считает Россию Врагом И почему Можно ожидать И дальнейших Атак На этот ИГИЛ Так Ну Что еще Вы оставили За комментарий Давайте посмотрим И будем Разбегаться Про Нордос Хорошо рассказывает У себя на канале Марк Солонин Пишет Стоячая Стабильная Война Надо будет Послушать Ну я в общем Помню Если честно Михаил Пишет Как бессмысленное Убийство Может сплотить Концом Не найти Кто это Организовал И исполнил Ну как Естественно Очень может Сплотить Если сказать Вот видите Мы воюем Мы воюем С врагом С киевским режимом И киевский режим Принимал участие В убийстве Мирных Граждан То конечно Надо сплотиться Получается Вокруг Путина И дальше Продолжать бороться С Украиной Это как раз Элементарно Ватсон Дальше Дальше Вячеслав пишет Якова Зловтешания В мене Нема Але И співчуття Від украинцев Очікувати Не варто Коли на Росії Трапляється Якась фигня У нас завжди Є маленькая Надія Що вони Відстануть Від вас Займуться Своими проблемами Так а может быть Обратный эффект Если их направят То в сторону Украины Они как раз Не отстанут От вас А наоборот Еще там 100 тысяч Призовут Бойцов И в атаку Этим летом Я просто надеюсь Я просто надеюсь Что В ближайшее время Украина Начнет получать Больше Снарядов По крайней мере И другого оружия И от штатов Тоже От штатов И от Европы Я очень надеюсь На Европу Которая должна Нервничать По крайней мере У нее должны быть Anxiety Attacks Anxiety Это такое чувство Тревоги Или panic Attacks Это фонические Ощущения Должно быть У руководителей В Европе Я надеюсь Окей Есть ли еще Что-нибудь Что я хотел бы сказать Ну последнее Что я заметил Вчера Террористы Были очень подготовлены Люди Хладнокровно Убивали Обратите внимание Убивали Безжалостно То есть Это могли быть Только люди Которые прошли Какие-то воины Какие-то воины Одна из версий Была Что якобы Это люди Мстят Это люди Которые были В Вагнере Работали И они мстят За своего Хозяина За убийство Хозяина Евгения Пригожина Эта версия Звучала Так более-менее Потому как Такая жестокость То есть Логически Можно было Это объяснить Тем Что Они могли Спокойно Жить в Москве Это Уважаемые люди Бойцы Вагнера Они Не надо было Прятаться И Можно было Держать оружие У себя В домах За ними Никто Особо Не следил Но потом Конечно Когда Вроде Было Подтверждение Что это ИГИЛ То Тоже Это Объяснимо Жестокость Невероятная Просто Братья Стреляли Обратите Внимание Они Не стреляли Очередями Я специально Смотрел Эти Видео Точные Удары Точная Стрельба 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 Не Просто Так Очереди А Конкретно Чтобы Сэкономить Патроны И так Далее Потом Подожгли Бросили Бутылки Или Гранаты Конечно Крокус Сити Холл В ближайшие Годы Работать Не будет Уже Это Понятно Но Это Были Точно Профессиональные Убийцы Которым Не жалко Ничего Я Абсолютно Верю Что Это Могли Быть Исламисты Конечно Учитывая То Что Произошло 7 Октября В Израиле То Есть Да Есть Ли еще Что Нибудь Больше Я даже Не знаю Что Вам Еще Сказать На Сегодня Еще Раз Говорю Хоть Они И Враги В Этой Войне С Украиной Но Их Мирным Жителям Я выражаю Сочувствование Сочувствие Соболезнования Ну А то Что Вот То Что Вот Пишут Что Украинцам Их Не жалко Верю И понимаю Вас Тоже Вот Вячеслав Пишет Что Никому Не жалко Их Я Я Живу Украине И Все Таки Хотелось Чтобы Мирные Люди Не погибали Нигде Все Будьте Здоровы Оставьте 100 Комментариев И тогда Еще раз Завтра Продолжим Говорить На Какие То Другие Темы Пока